Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас работа «Марксизм и вопросы языка знания». Товарищ Сталин Ногов написал по поводу национального опроса. Вот одну из них мы разберем. Для тех, кто работу читал, я постараюсь обсудить то, как она написана и почему. Для тех, кто не читал, кратко пробежимся по ее описанию. Работа начиналась с того, что в 1950 году в газете «Правда» разгорелась дискуссия по поводу языка знания и марксизма. И товарищ Сталин как раз ее и начинает с того, что он не лингвист и в языкознании не сильно большой специалист. Поэтому будет разбирать скорее работу с точки зрения марксизма. Ну и мы, наверное, тоже. У нас не литературный кружок немного, у нас скорее марксистский. Поэтому нам интереснее про марксизм, чем про лингвистику. Работа построена по принципу, что товарищу Сталину задают вопросы, он на них отвечает. И первый вопрос о том, что язык это надстройка над базисом или нет. Опять же, стоит взять на вооружение. Товарищ Сталин сразу же дает четкий ответ, что нет, язык не является надстройкой над базисом. А дальше он свой ответ уже разворачивает. Разворачивает стройку диалектически. Сейчас мы как раз и разберем, как это делается. Ну, первое, что он говорит, что базис это экономический строй. Какие мы базисы знаем? Феодализм, капитализм, социализм. Что такое надстройка? Надстройка это учреждения и взгляды общества. Прежде всего, правовые и финансовые. Ну, какие у нас правовые и финансовые взгляды в общество? Если у нас феодализм, ну, вассал моего вассала, а не мой вассал. Это чисто правовое такое отношение. Философское какое определение? Есть отношение в обществе. Есть у нас базис феодальный, соответственно, философское воззрение, что вот у нас царь, это помазанник Божий, соответственно, он на этом основании нами правит. Берем, для примера, надстройку капиталистическую. Какие там есть правовые отношения? Ну, вот у нас есть закон о выборах, о Думе. Люди ходят, голосуют, кого-то выбирают. На основании этих выборов у нас есть философское обоснование того, что у нас якобы демократия, и поэтому все хорошо, потому что мы все дружно приняли такое решение. Итак, у каждого экономического базиса есть своя надстройка. И, соответственно, язык, он общий для всего общества и всех базисов. Ну, и какой пример, да, товарищ Сталин приводит сам, что он разбирает на примере русского языка от монархии до Советского Союза. Опять же, да, напомню, это 50-й год, уже Советский Союз существует достаточно давно. Почему работа написана в дилектическом ключе, да, что вот у нас сейчас был тезис о том, что русский язык, он общий для всех классов, да, а потом идут к нему антитезисы. И первый пример, да, вот по поводу того, что язык не является, да, надстройкой. Что-то, извините, я немножко сбился. А, и получается теперь антитезис, да, что хорошо, вот у нас был феодализм, был капитализм, а между ними, когда проходит смена формации, язык-то тоже при этом одновременно меняется, да, у нас появляются новые слова, уходят старые слова, опять же, был какой-то городовой, да, стал милицейский, соответственно, поменялись слова, то есть появились новые слова, ушли старые. Это антитезис к тому, к первому тезису, да, второй тезис, который выдвигает товарищ Сталин в этой работе, о том, что русский язык обслуживает все классы. Ну, опять же, да, на русском говорят, что при социализме, что при капитализме, что рабочие, что капиталисты, что в феодальную эпоху был тот же самый русский язык, на нем разговаривали и князья, и крестьяне, и попы. Но, опять же, чистая диалектика, да, к данному тезису выдвигается антитезис, что в одно время у нас была, ну, опять же, все, кто читали «Войну и мир», прекрасно знают, да, там первые шесть глав написаны на французском. Аристократия у нас, получается, в одно время, как раз, когда Толстого это описывал, баловалась французским языком. Ну, кроме французского языка, не надо думать, что Россия такая удивительная, родина славного. Да, товарищ Сталин приводит пример Англии и Франции. Там было примерно то же самое, только чуть другое время, когда английская верхушка говорила на французском языке, точно так же, как у нас. Ну, и в обратную сторону, только чуть раньше была история, когда во Франции все говорили на английском языке. Это, получается, у нас антитезис. Какой синтез? Мы берем тезис, антитезис и вводим на основание них синтезис. Какой у нас синтезис? Что, хотя язык и изменчив, он меняется со временем, хотя он имеет различные диалекты, он подчинен своим самостоятельным правилам и законам, не зависящим от экономической ситуации. Хотя, опять же, от экономики-то язык зависит, и на самом деле связь с производством определенная есть. Ну, опять же, мы можем посмотреть, какие-то там термины были в Средневековье, которые пришли потом в капитализм. Если при феодализме пахали при помощи Сахи, то сейчас попробую у кого-нибудь спросить, что такое Саха, никто не знает, этот термин ушел. Он был завязан строго на производство, на производство зерна при помощи Сахи. Сейчас мы это добываем трактором, соответственно, сейчас я знаю, что такое трактор. Но, опять же, в Средневековье никто не знал, что такое трактор, все знали только про Саху. Итак, на основании всего перечисленного, товарищ Сталин делает выводы, точнее, два вывода. Первый. Марксист не может читать язык над стройкой над Басисом. А второй вывод. Смешивание языка и над стройкой ошибочно. Разобрав первый вопрос, товарищ Сталин приходит ко второму вопросу. Второй вопрос. Является ли язык явлением классовым? И, опять же, строгий ответ, точный, не терпящий какого-то боякого чтения, что ответ неверный. Язык не является классовым. Какие есть тезисы того, что язык не классовый? Ну, первое наперво, что надо вспомнить, первый экономический базис, который у нас был, это первобытный общинный коммунизм. Когда у нас классов не было, язык существовал один. На одном языке разговаривали все. И более того, когда постепенно общество перестраивалось, переходило в рабовладение, язык оставался все тот же один. Рабы разговаривали со своим господином на одном и том же языке. Второй тезис, кроме того, что у нас есть первобытное общество, когда нету классов, а язык есть, соответственно, язык не может быть классовым явлением. Второй тезис, это национальные языки. Они едины для всего общества и используются для общения между классами. Товарищ Сталлин приводит два примера. Это римская империя и македонская. И с той и с другой стороны получается. То есть вот Александр Македонский прошел полмира, захватил кучу стран и во всех странах, фактически между собой, они вынуждены были общаться со своим, так сказать, господином на греческом языке. И наоборот, Рим, который активно насаждал Латыни и она оседала во многих его провинциях. Это были тезисы. Какие антитезисы? Ну, прежде всего, чтобы доказать, что язык явление классовое, в то время активно все использовали такой полемический прием, как приводили ссылки на классиков. Опять же, уже товарищ Сталлин в свое время мучился с этим вопросом, что ему постоянно суют цитаты, он должен их разбирать, приводить в чем они не в полной мере отражены, то есть приводить полные цитаты, к чему они были сказаны и почему. Мы сейчас не будем останавливаться на этих цитатах и его разбора. Опять же, кто читал про это, знает, кто не читал, рекомендую почитать, посмотреть, очень полезно и сегодняшний день, когда подсовывают цитату, а ты должен с ней разобраться, к чему она. Товарищи Сталин пишет, что слова Ленина о двух культурах, прежде всего, пролетарской и буржуазной, не отрицают единство языков. Можно в этом плане, наверное, привести пример. Субкультура у нас есть сейчас. Есть субопределенная культура, есть какие-нибудь там эмо, какие-нибудь там панки, анархисты, кто угодно. Они между собой говорят на каком-то своем определенном жаргонном языке. Но, тем не менее, это все еще русский язык и между всем остальным обществом, со всеми другими гражданами и даже субкультуры между собой общаются на русском языке. В этой же главе очень интересно, опять же, всем рекомендую, кто не читал, прочитать. Товарищу Сталину подсовывали его собственные цитаты по поводу того, что существуют несколькие пассовые языки. И он вынужден был разбирать даже свои собственные цитаты. Какой вывод делает товарищ Сталин с этой главы? Первое. Язык всегда един для всего общества. То есть, русский язык всегда един для всех общества, который считает себя русским. Дальше. Жаргоны и дилекты. Да, они существуют, но они являются только подтверждением, а не проверчением. То есть, исключением подтверждают правила. Если у нас есть какие-то исключения, значит, у нас есть правило, которое верно. И третий вывод, что классовость языка это не марксистская формулировка. То есть, да, об этом вообще в принципе в рамках марксиста разговаривать бессмысленно. Опять же, мы видим чисто дилектический подход, когда на вопрос дается ответ на основание тезисов, антитезисов и вывода на их основе, то есть, симптеза. Третий вопрос. Каковы характерные признаки языка? Ну, тут вопрос скорее лингвистический, но тем не менее, товарищ Сталин его разбирает, мы его тоже озвучиваем. Первое. Язык это общественное явление. Язык существует только в обществе. Можно посмотреть там кучу примеров. Какой-нибудь Робинзон Круза, который живет один, кроме как с самим собой ему разговаривать не с кем, соответственно, языка как такового нет. И с другой стороны, есть у нас общество, общественные животные всевозможные, у них есть свой язык общения, они между собой прекрасно общаются. Второй признак, что язык изменчив по ходу истории, а значит, неотделим от нее. Ну, опять же, мы говорили, да, вот были определенные термины и слова, которые использовались в феодализме, потом с изменением истории, чуть-чуть поменялась экономика, и, соответственно, эти слова ушли. И появились новые слова. И, опять же, по способу производства у нас меняется язык вместе с ним. То есть, они неотделимы друг от друга. Третий характерный признак, опять же, вытекает из предыдущего, что язык имеет свои законы, по которым он живет. Вот как раз лингвистика, о которой мы сегодня не говорили, она как раз и занимается тем, что изучает законы, которые действуют в языке, их изменчивость в истории, и на основании этих законов можно делать определенные выводы. Скорость изменения слов, когда какой текст был написан. То есть, можно, как по углероду у нас определяют возраст органики, так же по языку можно примерно разобраться, когда от первоначального языка отделился тот или иной язык у народа определенного. Но, опять же, это все лингвистика, мы ее сегодня касаться не будем. Четвертый характерный признак, что язык это орудие людей для общения. То есть, прежде всего, как государство, это аппарат насилия, которое находится в руках правящего класса для достижения своих целей. А так же язык это орудие, которым люди общаются между собой. Отсюда, соответственно, вывод или пятый характерный признак, что язык не отрывен от способа производства. Ну, опять же, я уже говорил, да, вот, пожалуйста. Какая-нибудь арбац в средние века, который тащит лошадка. И, соответственно, у нас есть язык и все термины привязаны к этим вещам. Скажи сегодня, что такое арба, никто не поймет. А даже лошадь, да, но, опять же, лошадь, это в нашем языке осталось как определение вида. А так-то лошадей бывает всякое разное количество. Современный человек в них особо и не разбирается. Там меринка была, конь и тому подобное. Не говоря уже про окраски, да, там, сивы меринка. Кто знает, сива это какой цвет, чем он отличается от серого. И таких признаков очень много, и они остались в феодализме, когда был у нас способ производства именно феодальный. Сейчас у нас индустриальное общество, сейчас у нас все знают такие слова, как комбайн, трактор, сейлка, вейлка и тому подобное. Что было недоступно, соответственно, при средневековье. Но. Здесь есть, как всегда, одно маленькое но. Дело в том, что, да, язык не отрывен от способа производства. Но. Если переход от одного способа ведения хозяйства к другому происходит моментально, то это не значит, что язык переходит от старого качества к новому моментально, путем взрыва, так называемого, революционного взрыва. Не все явления происходят взрывообразно, некоторые могут занимать относительно длинное время. Ну и пример, опять же, возьмем из современности, да, все мы помним, вот у нас еще совсем недавно была милиция. Трах-бах, на следующий день они проснулись все полицейские. Но слово милиция еще очень долго-долго живо в нашем создании, и до сих пор периодически мы слышим, как полицейского называют милиционер, или там милицейский участок, или что-нибудь в этом духе. Ну, а по поводу производства, опять же, товарищ Сталин о чем пишет, да, в то время, когда завод вчера принадлежал капиталисту, хозяину, владельцу, да, на следующий день собрался совет рабочих, завод национализировали, соответственно, на следующий день он пришел в общественную собственность, но при этом на заводе все равно остается использоваться старые слова, да, там, управление, управа, директор, там, хозяин, владелец, то есть люди в своем языке переходят это выявление достаточно медленно. Но, опять же, это вопрос скорее к тому, что люди не совсем понимают, что такое диалектика, да, революция это взрывной, носит взрывной характер, это класс, качественный переход, от количества, качества, так качественный переход происходит моментально. Но, не все явления происходят моментально. И это надо понимать, опять же, вопрос возник в этой дискуссии скорее из того, что, ну, не все товарищи и тогда понимали, что такое диалектика. Четвертый вопрос, точнее, это скорее под вопрос к предыдущему, да, теории скрещивания языков. В то время выдвигалась теория, что скрещивание двух языков дает третий язык. Это происходит к такому ученому, как Мар, который выдвигал как раз все тезисы, которые мы сегодня разбираем и перечисляем, да, в том числе он выдвигал теорию, что два языка скрещиваясь, дают некий третий, новый язык, отличный от предыдущих. Сталин, опять же, дает ответ на этот вопрос, хотя он, вроде, опять же, не лингвист, но, тем не менее, он берет пример все того же нашего русского языка и разбирает, что это не так, что смешивание языков обогащает обе составные части, усиливая новыми понятиями. Ну, мы можем вспомнить что-нибудь из древнерусской истории, когда несколько, ну, точнее, если верить в летописи временных лет, что пять племен, финно-угорские, славянские, соединились в одно государство и, соответственно, оба языка обогатились. Ну, или товарищ Талин приводит пример Советского Союза, да, когда у нас в одном государстве появились сразу и армяне, и русские, и грузины, и азербайджанцы, и все остальные. При этом каждый язык обогатился с одной стороны правилами русского языка, с другой стороны и русский язык принял достаточно много слов. Еще, опять же, очень хороший пример, наверное, более такой красноречивый, так как он больше всего прожил в нашей истории, это взять Иваном Грозном Казани, да, и как татарский язык проник в русский язык. И мы в нашем языке можем найти очень много татарских слов, которые развиваются и подстраиваются правила русского языка. Но, с другой стороны, и татарский язык, опять же, современный, во многом строится на принципах русского языка. Ну, опустим вопрос, да, это лингвистика, извините, я немножко отошел от темы. Вообще, на самом деле, на примере Советского Союза, да, или, допустим, как образовывалось русское государство, можно подумать о том, как будет выглядеть язык будущего, да, то есть, когда у нас будет новый Советский Союз, который объединит в себе все страны мира, и, соответственно, как там будут языки развиваться, и какой язык стоит общим языком общения. Тем временем, мы подошли к пятому, последнему вопросу. вопрос звучит в том ключе, что правильно ли поступила газета «Правда», что начала открытую свободную дискуссию на своих страницах. Тут, наверное, стоит подчеркнуть, что дискуссия первая была открытая, то есть, она опубликовалась в газете «Правда», это главное СМИ того времени, которое читали вообще все, а второе, что она была свободная, да, вот товарищ Сталин тоже написал свои тезисы, потом к ним посыпались ответы, и, соответственно, товарищ Сталин на них отвечал. Ну, давайте для начала ответ товарища Сталину дадим. Он говорит, да, правильно, что газета «Правда» открыла свободную дискуссию, устроила и объясняет, почему. Первое, открытая дискуссия выявила, что малейшая критика теории Мара подавлялась и пересекалась, да, опять же, у Мара было много учеников, которые заняли ведущие должности в институтах, академиях искусств, и, соответственно, всех, кто выдвигал против, так сказать, их учителя и их самих, соответственно, взглядов, они их ссылали на дальние рубежи страны, не публиковали, не поднимали в должностях, всячески утаптывали. Причем, товарищ Сталин приводит очень такой интересный момент, что был цикл лекций у Мара, которые он сначала сам опубликовал, а сам же их потом не закрыл, сказал, что, извините, я там немножко был неправ, прошу эти лекции больше не публиковать, он их переначитал заново. Тем не менее, эта работа попала в учебники, и студенты их изучали. То есть, тут, мягко говоря, уже прямое вредительство. И второй вывод, что как раз свободная открытая дискуссия выявила псевдонаучную теорию надклассовости языков. Опять же, хочется уточнить, что это 1950-й год, всего пять лет, как прошла война, а главная СМИ из страны обсуждает опять же, тут столько всяких разных моментов. Представьте, у нас на нашем главном телевидении выходит и начинает дискуссию о лингвистике. Собственно, а кто ее поддержит? Нам что-нибудь попроще о том, кто кого изнасиловал и кто, куда сбежал. То есть, такие сложные лингвистические вопросы в наших СМИ, мягко говоря, не поднимаются. Научная дискуссия у нас где-то там сведена до уровня научных журналов и на основных СМИ нашей страны мы их просто не видим. Тем более, дискуссия свободная. Опять же, повторюсь, на конкретно эту работу Сталина, которая была написана в 1950-м году, есть еще несколько ответов. Они прилагаются к этой же работе, мы их сегодня не будем касаться, так как они достаточно объемными. почитают с вами. Я совершенно верно, я предлагаю их тоже изучить самостоятельно. Опять же, они скорее лингвистические, чем марксистские. Главное, что я хотел сказать, что товарищу Сталину на его статью дали несколько развернутых ответов и главное их опубликовали. Какая-нибудь, опять же, представляем насчет свободы и демократии в нашей стране, мюнхенская речь Путина, которая публикуется в главной российской газете, и там кто-нибудь говорит, что Владимир Владимирович не прав, потому-то, потому-то, потому-то. Товарищ Сталин дает ответы. Представляете, опять же, картинку сегодня, чтобы Владимир Владимирович сел и на все эти критические статьи давал ответы. И опять же, они бы публиковались открыто на нашем интернет-пространстве и в наших газетах, в какой-нибудь российской газете на первом канале проводила все это дело работа. В общем, подытоживая эту работу, я хотел бы сказать, что работа интересная, очень рекомендую последующие вопросы и ответы почистать самостоятельно, но в крайнем случае, если будут какие-то вопросы, можно будет их взять на отдельное занятие, потому-что там материалов достаточно много. Ну и собственно, можем переходить к вопросам, если у кого-то какие-то вопросы есть по данной работе. В чате у нас пока тишина, все по здоровью желают и все. Хочу обратить вот на такой момент в этой работе, коротко, что разбирая ошибки товарищей, которые рассматривали язык как настройку, как классовую и так далее. Так вот, Салин как бы коротко сказал, что ошибка этих товарищей состоит в том, что они отождествляют и смешивают язык с культурой. Между тем, культура и язык две разные вещи. Культура может быть и буржуазной, и социалистической, а язык же, как средство общения, является всегда общенародным и может обслуживать и буржуазную, и социалистическую культуру. Важно понимать, в чем отличие культуры и языка. Да, 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 это как раз во втором вопросе было. Тут много очень вещей. Много поместных вещей, которые внимательно прочитать всю работу слушателям рекомендовать надо. На мой взгляд, почему я на что хотел сделать основные акценты. Первое, это диалектика. То есть, товарищ Сталин владеет диалектикой и на все вопросы подходит именно дилектически. В отличие от тех товарищей, которые с ним пытались спойлерить и что такое диалектика, собственно, не совсем представляют. Ну, наверное, самые классические примеры, самые яркие, это о том, что вот революционный подход, что если у нас случилась революция и моментально мы перешли от способа капиталистического хозяйства к социалистическому хозяйству, это не означает, что язык моментально тоже поменяется. Ну, так не бывает. опять же, диалектика об этом не говорит, это просто товарищи пытаются натянуть собой на глобус и говорить о том, о чем не знают. Это как люди, да, вчера вы все были капиталистическими товарищами, сегодня вы все стали социалистическими. Моментально так не бывает. Только если всех убить и сделать новых. Я не знаю, но опять же, чисто вот к этому же вопросу, главный вопрос, что даже после социалистической революции классовая борьба продолжается. Класса буржуазного нету, а борьба классовая все равно продолжается. Она никогда не остановится. Он есть, класс есть, причем организованный он за границей. За границей остается, конечно. А неорганизованные представители элементы класса продолжают оставаться до тех пор, пока не будет ликвидировано различие. Да, это вещь с точки зрения диалектики вполне понятна, но кто ее не понимает, вот примерно и выходит, как у нас получилось с Советским Союзом, когда объявили окончательную победу социализма, никто с капиталистическими повседениями с буржуазными не боролся, и что мы в итоге видели, сначала перестройка, потом частные малые кооперативы, и вот, пожалуйста, уже во всю олигархию коммерческие банки. Это, наверное, первый вопрос, что люди, которые задавали эти вопросы, не совсем понимали, что такое диалектика. Опять же, у нас на канале есть конспект науки логики, пожалуйста, смотрите, изучайте, очень полезно без диалектики нам смерти. И второй момент, который я хотел опять же показать, это то, что цитаты, да, то есть, даже товарищу Сталину ему уже собственные цитаты пихали, пытались на основании его слов сказать, объяснить, почему он не прав. Но опять же, любая цитата, она всегда вырвана из контекста, надо смотреть, к чему это писалось, что имелось ввиду. Но опять же, мы сегодня сталкиваемся каждый день с этим, цитата вырванная и перекрученная как угодно, может трактоваться вообще как угодно. И в этом плане, опять же, я на что делал акцент, на каждый вопрос товарищ Сталин сразу дает четкий ответ. Да, это так, нет, это не так. И только потом уже объясняет, что, почему, то есть, он исключает любую двоякую трактовку, чтобы ответ был сразу четкий и понятный. Опять же, очень полезный метод, надо учиться, да, этому, когда пишем статьи, ведем эгитацию, сначала даем четкий ответ, а потом мы объясняем, почему и как мы пришли к этому выводу. Не просто потому, что нам так захотелось, да, а на примере тезисов, антитезисов и общего вывода, который мы можем сделать из данной картинки.